Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем с вами говорить об истории вопроса такого интересного понятия, как национальная идея. Как это сформировалось, когда это возникло, зачем это нужно, что с этим делать дальше, или вообще признать, что, например, на современном этапе развития национальные вопросы, конкретно национальной безопасности, соответственно, национальных и государственных идей какого-либо народа несколько теряют свое значение, потому что слишком хорошо нам известны общие угрозы, перед которыми уже находится наша цивилизация. Это и вопрос о истощении ресурсов, возникновении таких теорий, как золотой миллиард и прочее. Но, тем не менее, на примере истории нашей страны, развития национального самосознания, вопрос о национальной идее, он был, он есть и, наверное, будет, потому что иначе не проводились бы даже конкурсы национальные, да, на поиск национальной идеи, не было бы такого обсуждения, не было бы этого вопроса, такого резонанса, если бы он нам был не нужен. И вот сегодня мы с вами поговорим о рождении самой первой национальной идеи, русской идеи, которая возникла в период Московского царства. До Московского царства мы чуть-чуть, с вами чуть-чуть, кратенько напомним, что была Киевская Русь, было такое государство, да, это период княжения Владимира Красносолнышка, это период принятия Руссию православия, и, конечно, самым важным и таким основополагающим моментом здесь будет влияние Византии на формирование Киевской Руси. Значит, что еще хочу вам сразу сказать, что Киевская Русь, как одно из наших первых, ну, не одно из наших, а, простите, а говорилось, наше первое государство, было уже очень много национального. В состав Киевской Руси входило более 22 народов. Для того периода времени, поверьте, это очень и очень много, ну, один, ну, два, ну, три. Ну, такое количество народов, которые уже были объединены в дружины князя Владимира и уже успешно совершали побеги, завоевания, отстаивали свою территорию, это очень серьезно. То есть многонациональная наша страна была всегда с самого начала своей истории. Итак, основное, так сказать, геополитическое господство на тот период времени приходится на Византийскую империю. И давайте немножечко вспомним, что это такое, и какие важные черты византийского миропорядка мы попробовали перенять, потому что, приняв православие, став христианской частью мира, Русь получила определенную политико-социальную модель. И модель эту в целом определяла, конечно же, византийское влияние. Итак, что же такое Византия? Византия – это государство, которое, как вы помните, просуществовало 12 веков. С 325 по 1453 год, когда пал Константинополь, более известный нам как Царьград, жители были ромеями, цивилизация была ромейская. И для нас здесь очень важно – это именно утверждение и развитие православия, потому что Русь приняла именно православное христианство, и именно его она защищала и продолжает, в общем, принадлежать именно к этой религиозной конфессии. И пока вы будете смотреть на замечательный храм Софии в Константинополе, я вам расскажу, чем же отличалось православие от католичества. Во-первых, отрицался приоритет Папы Римского по отношению к епископам, пребывающим за пределами юрисдикции Рима. Отрицалось догматическое положение, которое признавало полноту Церкви Христовой только за римско-католической Церковью. Полноценной Церковью считалась любая поместная Церковь, сохраняющая традицию апостольского преемства и чистоту христианской веры. Вот это, в общем, для нас тоже с вами важное положение. Культивировались начала соборности, в соответствии с которыми дары Святого Духа распространяются на всех членов Церкви. И это вот те самые важные отличия православия и те самые особенности, которые Русь уже приняла себе как данность. Вот здесь, где входит княгиня Ольга в православный византийский храм. А я вам пока напомню, что важно было нам из таких общегосударственных черт в Византии. Во-первых, это была языковая общность, и основным языком был греческий. Во-вторых, была религиозная общность. Основной религией при сосуществовании других было христианство в форме православия. В Византии при всей многоэтничности существовало этническое ядро, состоящее из греков. Византийскую империю всегда отличали устойчивая государственность и централизованное управление. То есть, в общем, где-то то самое, чего так сильно не хватало Руси. Особенно централизованного управления и сильной государственности. То есть, в общем, я бы сказала, что наши предки смотрели довольно-таки в правильную сторону. Ну и по поводу, конечно, культурного влияния. Это православные храмы, это великолепная школа византийская, как называется, византийская школа русской иконописи, венцом которой, я считаю, стало творчеством Андрея Рублева. И надо сказать, что Византия очень сильно заважала нас после того, как мы разбили хазарский каганат. И как раз вот духовное, православное стремление России к Византии очень поддерживалось. Константинополь назначал митрополитов, отправляли священников, очень много икон вывозили. Была, как бы сказать, приветствуемая обоими государствами эмиграция. Очень многие жители Византии переезжали на Русь. Это, как бы сказать, приветствовалось. И сейчас бы мы сказали, что они имели даже определенные социальные льготы. После падения Константинополя большая часть самых ценных византийских икон была вывезена в Москву. И приведу вам еще высказывание из повести временных лет. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему. И не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и такой красоты. И не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба там лучше, чем в других странах». То есть, конечно, влияние Византии на Россию было совершенно огромное. Хорошее или плохое, взяли, в общем-то, и то, и другое. Люди об этом много спорят, об этом много говорят. Есть даже такие, знаете, понятия, как византизм и византитизм. Одно соединяет в себе хорошее, другое не очень. Но, тем не менее, влияние было огромное. Первые русские международные договоры, они все защищены, они все заключены с византийцами. И да, напомню вам, что Византия граничила с Россией по Черному морю. Они все набегали, торговали, общались. И вот, в конце концов, при помощи Византии Россия приняла, Русь тогда еще, простите, приняла православие. Но падение Византии, особенно на Руси, связывали с тем, что Византия подписала в так называемую Флорентийскую унию, по которому православные церкви переходили в юрисдикцию Папы Римского. Русь эту унию не признала, Византию резко осудила. И крушение Византийской империи считала наказанием за грех, за такое серьезное предательство православия. То есть новая сторона в плане обретения религии, принявшая русские все, принимают свято, фанатично, искренне, не как-то там внешние какие-то манеры. Конечно, вот этот отказ Византии от основ православия был расценен очень негативно. Да, Византия пошла на это в надежде на помощь Европы, чтобы противостоять Османской империи, туркам, но этого не случилось. В 1453 году Константинополь пал. Множество легенд, о которых мы с вами сейчас поговорим, как бы подталкивали идеологов того времени, можно я их так назову, к тому, что была сформулирована вот та самая национальная идея Москва-Третий Рим, к которой мы сейчас подберемся. Но мы с вами заканчиваем историю знакомства с Византией, нашего такого вот в рамках исследования нашего вопроса, тем, что Второй Рим, Константинополь, он же Царьград, более известный на Руси, он пал. Осталось, безусловно, наследство. Как Русь будет разбираться с этим наследством, у нас еще впереди много интересного. Но вот одну из неоднозначных оценок я вам приведу, это высказывание Василия Розанова. Разлагаясь, умирая, Византия нашептала России все свои предсмертные ярости и стоны и завещала крепко их хранить России. Россия у постели умирающего очаровалась этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к детскому своему сердцу и дала клятвы умирающему. Вот такая вот оценка. Но мы вернемся к московскому царству. Причем интересно, я вам уже говорила, что сравнение народов друг с другом, оно неизбежно, оно, в общем, такой где-то истержень и двигатель, наверное, прогресса. Был в свое время русские всегда отталкивались от европейцев, европейцы тоже изо всех сил отталкивались от русских. И вот в XVI веке Рабле в один ряд ставил индейцев, персов, московитов и троглодитов. Ну, короче, дикари. То есть называлась, в общем-то, действительно была Московия скорее. Мы все были московиты, предки наши. Вот таким вот интересным образом. Давайте посмотрим же, что это стало за то самое московское царство, что было с Московией в тот момент, когда, так сказать, родилась, окрепла и сформулировалась. Вот это первая национальная идея. Итак, освобождение от монгольского ига. Объединение разрозненных мелких уделов в большое московское государство. Женить бы царя Иоанна III на Софии-палеолог. Ну, помните, что она была Зоя. София ее наше имя. Племянница и как бы наследница последнего византийского императора. Уже серьезные имперские замашки, успехи на Востоке. Завоевание ханств Казанского и Астраханского. Уже сложился обычай коронования московских государей. Принятие царского титула и византийского герба. Учреждение патриаршества уже произошло. Здесь еще важно возникновение трех легенд. Это об армах и царском венце, который Владимир Мономах получил от византийского императора Константина. О происхождении Рюрика от Пруса, брата римского кесаря Августа. И о белом клобуке. Клобук этот, как символ церковной независимости, император Константин Великий вручил римскому папе Сильвестру. А преемники последнего в сознании уже своего недостоинства передали Константинопольскому патриарху. От него он перешел к новгородским владыкам, а потом и к московским митрополитам. То есть вот эти такие связочки, которые помогали все это соединить в одно целое, они были важны. И Москве уже стараются придать функции христианской империи. И надо сказать, что первые наброски этого решения были в грамоте московского митрополита Зосима в 1492 году. Где он говорит о том, что Константин Великий основал Новый Рим, Владимир Святой крестил Русь. Теперь же Иван Третий является новым царем Константином, новому граду Константину Москве. В общем-то оставалось сделать один шажок к тому, чтобы назвать Москву Третьим Римом. Вот мы бы сейчас сказали, не было рядом с Зосимой хорошего бренд-менеджера, который бы эту идею дожал до хорошего слогана, хорошей формулировки, которая живет и продолжает жить долго. И, в общем, может быть, будет жить и дальше. Мы сейчас еще об этом с вами поговорим. А дальше я хочу вам напомнить, каковы же были черты московского порядка. Во-первых, произошло осознание Руси как единственной наследницы полноценного византизма. То есть все Византия предала, так сказать, православие, подписав Флорентийскую унию. Осталась одна Русь. Была уже самостоятельность и независимость мощной политической державы, занимающей обширные земли на северо-востоке континента. Была уже геополитическая задача собирания пространств Евразии. Это, так сказать, наследство Чингисхана и бесконечные войны. В конце концов, определенные имперские замашки у нас тоже стали появляться. И самое главное для нас – это осознание Москвы как духовно-культурной, геополитической и православно-мессианской антитезы католической и протестантской Европе. То есть вот то самое определение, что не просто существует государство, а это государство, которое несет в себе миссию сохранения христианства. То есть вот эта идея о богоизбранном городе, она не новая. Просто, в общем, города как такового более крупного не находилось и более подходящего. И, ну, не то чтобы, так сказать, решили, но как-то пришли к понятию, что Москва действительно может стать самодержавием московское, царское царство, царь как наместник бога уже. Все это для того, чтобы сохранить православие, сохранить истинную веру. И вот эта вот уверенность в народе, что Москва, Третий Рим – это некое такое призрачное царство истины, оно на самом деле в дальнейшем-то где-то повредило. Это была такая реакционная уже основа, не допускающая никаких новшеств, никаких изменений. То есть вот та самая византийская, что называют плохим наследством, вот симфония теоретическая, практическое единение церкви и власти, или, как его вообще называют в науке, цезаропопизм, в общем, с самых вот истоков оно к нам как-то сильно-сильно приклеилось. И настолько просто, что прям, можно сказать, вросло. Но вернемся к тому, что Зосима, построив такую определенную цепочку о развитии исторических событий, так сказать, тему не дожал. Сделал это, как вы знаете, Филофей, игумен Псковского Елизаровского монастыря. Причем, надо сказать, что писал он свои послания одно дьяку Михаилу Миссюри Мунихину, и оно было посвящено проблемам летоисчисления и астрологии. Вообще называлось «Авредезвездочетство». Второе было адресовано великому князю московскому Василию Третью Ивановичу по поводу правильного совершения крестного знамения и, простите, проблеме распространения мужеложества. То есть вот такого, что вы знаете, там, так сказать, щелкнул Филофей пальчиками, сказал «Тишина в студии». Сейчас я вам провозглашу вашу национальную идею, которая всем так понравится. Ничего этого не было. Да и те, кто читали, тоже. Да, видимо, очень, конечно, обратили внимание на эту фразу, что два Рима подоша, третий стоит, а четвертому не быти. Особенно учитывая то, что в 492 году слегка обмешурились с очередным концом света. Конец света не состоялся по одному из христианских летоисчислений, а библейский конец света все-таки никто не отменял. И вот тут вот такое утверждение Москвы, как богоизбранного города и русского народа, как народопогоносца, пришлось как нельзя кстати. Потому что мы будем стоять вплоть до прихода Антихриста. И надо сказать, что послание Филофея содержит еще такой очень серьезный морально-нравственный кодекс в адрес наших царей и самодержицев, что, в общем, неплохо. И можно этому следовать и дальше. Вот я вам приведу сейчас пример. «Так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве. Один ты во всей Поднебесной христианам царь. И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божьим. Убойся Бога, давшего тебе это. Не надейся на золото и богатство и славу. Все это собирается здесь и на земле остается». Ну и дальше вот самое, что не будет другого христианского царства. Кроме того, которое, в общем, достается московским царям. И о том, как они должны это беречь и за этим следить. И надо сказать, что с этой национальной идеей Русь продержалась довольно-таки долго. Выстояла в смутное время эпоху лжедмитриев, нашествие польско-литовское, шведское. И серьезному испытанию, да и, в общем-то сказать, расколу подверглась тогда, когда Никон провозгласил себя русским по рождению грекам по вере, принялся исправлять кое-какие неточности в Писании. Моментально, надо сказать, взлетел народ. Вот хоть и принято считать, что он был темным, необразованным и консервативным. Но вот это наступление на веру, которую уже приняли, не простили как ни чужим, ни своим. Соответственно, посчитали, что теория, что вот Москва, Третий Рим, московское святое царство, впало в ересь никонианства, то есть оно тоже теперь проклято. Раскол произошел в обществе на староверов, старообрядцев и сторонников Никона. Значит, они тоже считали, что впал Третий и Третий Рим, так же, как и два предыдущих, впали в ересь. Значит, в Никоне они увидели предвестника Антихриста. Ну, уж когда появился Петр Первый со своими реформами, тут, в общем-то, стало ясно, что с этой идеей Москва и Третий Рим наступили некоторые кранты, особенно учитывая тот факт, что Петр Первый перенес, как вы знаете, столицу в Санкт-Петербург, построил новый город. Москва оказалась как бы слегка на задворках. Но интересно то, что в XVIII веке при Екатерине II существовал такой греческий проект, тогда велись войны с Османской империей, с турками, что если войну довести до победного конца и завоевать Стамбул, то сделать его новым Константинополем, то есть возродить Константинополь. И, значит, Константин Павлович должен был это все возглавить. Этот проект очень поддерживал Вольтер, с которым переписывалась, как вы знаете, Екатерина, и предлагал для большей убедительности и следования таким славным древним традициям степные бои проводить на колесницах. В дальнейшем, как считается, определенную реконструкцию идеи Третий Рим получила в советский период, но так же, как Петровские реформы, это тема нашей с вами отдельной беседы. Что же сегодня? Отказались ли сегодня от идеи Москва-Третий Рим? Москва стоит, конец света еще не наступил. Получается, что можно как бы в рамках прежней идеи вдохнуть в нее какую-то новую жизнь. То есть, насколько современная Москва может стать Третьим Римом, и что для этого нужно. Я вам приведу сейчас высказывание современных идеологов. Это Институт национальной модели экономики предлагает нам вот такую версию. Наш выбор – быть Третьим Римом или отстающим цехом всемирной фабрики. Чтобы быть Третьим Римом, надо обратить все национальные пороки в национальные добродетели. Чтобы быть на задворках, достаточно смириться с одним. Чтобы быть Третьим Римом, надо ответить на все вызовы окружающего мира. Чтобы пасть, достаточно уклониться от одного. Быть Третьим Римом означает наследовать и духовность, и цивилизацию первых двух. Быть Третьим Римом – значит являться центром современной цивилизации. Мы ныне рассеянный народ, не имеющий прочных государственных и общественных институтов. Наши институты должны стать совершенными, как римское право, эффективными, как американский бизнес и прославиться, как суворовская армия. Вот такая интересная версия и, в общем-то, правильная. Потому что, действительно, если подумать, насколько четкой оказалась формулировка «Москва – Третий Рим», там вовсе не перечислено, что Москва состоит из москвичей или хотя бы из русских. Кто такие русские? Для того, чтобы об этом договориться, нужно массу времени потратить на то, чтобы воссоздать определенные исторические сюжеты, символические картины, привычки, традиции, какие-то национальные черты характера. Москва. Москва многонациональная была всегда и такая же она сегодня. Библию, которая предсказывает нам второе пришествие, и конец света, и пойдут праведники направо, грешники налево и так далее, тоже никто не отменял. Никаких таких конструкторских, четких указаний, как надо себя вести в рамках этой идеи, они не даются. То есть она, почему еще говорят, что она никогда не была определенной программой действия, потому что оно вроде как бы с одной стороны все размыто, а с другой стороны все достаточно четко и достаточно целостно. Москва. Третий Рим. Да, два подоша, третий стоит. Ну, четвертому, может быть, и быть, мы не знаем, но мне, например, нравится, тем более такой красивый город. И опять же, вот как бы соединение такое и государственное, и культурное, и политическое, потому что вот в той цитате, которую я вам привела, верная акцента, что все должно быть, и право, и государство, и социальная защита, и культура, и религия. То есть это не просто так называться, этому еще нужно соответствовать. И может быть, лишний раз задуматься о том, что хорошего и насколько, в общем, сильную духовную основу взяла на себя тогда Москва, сохраняя религию, сохраняя веру, сохраняя православие. Ведь не какие-то завоевательские цели ставились, а наоборот, действительно такая миссия духовного просвещения. Можно сказать, что отклики этой идеи, они всегда будут находить свое место в нашем национальном сознании, в нашей жизни, но и в поиске нашей национальной идеи, если мы ее найдем. На этом наша программа сегодня закончена. До свидания.